Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Обиделся депутат Андрей Волков на первой послелетних каникул сессии АКЗС выступил с протестом. Статус депутата опустился уже до катастрофического уровня. Глобальная реконструкция продолжается. Легендарный дворец спорта получает второе рождение. Звон кольчук и топ от копыт. В Бийске прошел рыцарский турнир. Начнем выпуск с ключевой темы сегодняшнего дня. Отозвать председателя Алтайского ЗАГС Собрания Александра Романенко. С такого предложения началась сегодня первая послелетних каникул сессия парламентариев. Внес его депутат Андрей Волков. Ему не понравилось, что его пересадили. В июле Волков вышел из партии «Единая Россия». Независимого депутата исключили из одноименной фракции в парламенте и решили пересадить. Депутат оскорбился и потребовал отозвать председателя КЗС. На сессии сегодня побывала моя коллега Анастасия Дороган. Настя, ну вот в соцсетях вот этот поступок уже называют Димаршем. Так состоялся ли он? Нет, не состоялся. Практически сразу заговорил Андрей Осипов, это председатель комитета по правовой политике КЗС. И он сказал, что такие непроработанные вопросы вот в сию же секунду в повестку дня не вносятся. Но Андрея Волкова это не остановило и он заговорил еще раз. Первая после лета сессия и уже такой накал. А начиналось все безобидно. Вот представьте, пришел Андрей Волков в дом парламента, а ему говорят, пересядь. А он знает, что вышел из партии, исключенно с фракцией. И сидеть в секторе для этой фракции нелогично. Перемены мест слагаемых для Волкова, видимо, меняет сумму. В конце сессии оскорбленный заговорил еще раз, что учтет все условия и будет инициировать процедуру отзыва председателя КЗС. Я считаю, что в Алтайском крае сменился губернатор, сменилось практически все правительство. Но команда в АКЗС управленческая так и осталась. Я думаю, что будет логично, чтобы здесь были некоторые изменения. И считаю, что при нынешнем руководстве АКЗС статус депутата опустился уже до катастрофического уровня. Пожалуй, это выступление сорвало Чеку. И тут лагерь возмущенных таким возмущением делится на две группы. Одни негодуют, что Волков вообще заговорил. Андрей Волков – фигурант уголовного дела, бывший учредитель управляющей компании «Прогресс Плюс». Его обвиняют в присвоении 43 миллионов рублей. А вторые вспоминают, что за много лет депутатства Волков ни разу на сессиях не брал слова. А тут дважды и с такими заявлениями. Вот фарс был такой. Я не знаю, кто за вами стоит или что за вами стоит. Не знаю. Но мне удивительно, для чего вы раскачиваете лодку. Когда с нас снимали все полномочия, где вы были тогда? Вы же тихо молчали. Сейчас, когда нам возвращают полномочия, вы обвиняете в этом председателя. Ирина Солнцева тут говорит о том, что за последнее время полномочия КЗС расширились. Это согласование министров финансов и экономразвития, рассмотрение госпрограмм, плана приватизации, договоры между регионами. Но, видимо, под своими словами депутат подразумевает что-то другое. В общем, серьезность намерений Волкова покажет только следующая сессия. Но работу никто сегодня не отменил. Один из важных законопроектов – расширит реестр полигона в Край. В Министерстве природы предложили включить в список законных свалок места размещения, введенные до января этого года. В перспективе возить мусор можно будет ближе. А это уже повод пересмотреть тариф. Пересмотрят и страховую пенсию для сельских жителей. Мы выходим с законодательной инициативой о том, чтобы для тех, кто проработал 30 лет в сельском хозяйстве, доплата к страховой пенсии предоставлялась независимо от места проживания. Доплата составит 25% от суммы страховой пенсии – почти 1500 рублей. А Комитет по здравоохранению собирается ввести в гражданский оборот иммуноглобулин. Депутаты хотят добиться, чтобы их продавали только после сертификации и клинических испытаний, чтобы обезопасить людей от побочных явлений и последствий посерьезнее. Могут сказать как, ну это же его желание было, применил, не применил и так далее. Но раз ущерб здоровью нанесен препаратом, который сертифицирован, понятно, да, то естественно он должен иметь механизм социальной поддержки. И еще одна давняя тема – противодействие коррупции. Только за прошлый год нашли сотни нарушений в зарплатах и декларациях депутатов. Иногда замечания были небольшие, но десятки депутатов в селах сдали свои мандаты. Законотворцы продумывают альтернативные формы ответственности и готовятся объяснять, что такое существенные и несущественные траты. Главное для депутатов – умысел. Если он забыл, если недостоверно, ну, предупреждение. Если же он осуществил сделку, приобрел квартиру, машина, у него доходы далеко не такие, ну, это понятно. То есть мы должны определить философию. Вот такой богатой была повестка 34-я сессия КЗС. Настя, ну, достаточно эмоциональная и, по сути, продуктивная получилась сессия. Будем ждать следующую, которая уже в сентябре. Посмотрим, какие сюрпризы принесет она нам. Спасибо. Ну, а мы продолжим. Обманутые дольщики Демидов парка начали заселяться в свои квартиры. Напомним, сдача многоквартирного дома по адресу Пруцкая, 40, затянулась на три года. В этом году строительство было завершено, и люди начали получать долгожданные квартиры. Правда, некоторые пока не спешат заселяться, так как застройщик просит подписать документ, где одним из пунктов значится, что к нему нет претензий по срокам сдачи дома. Строительство города парка в Новоалтайске стартовало пять лет назад, по проекту появиться должно было 15 новостроек, но из-за финансовых проблем проект был заморожен, удалось достроить лишь один дом. Люди начали заселяться в квартиры, но жильцов смущает условия подписания документа об отсутствии претензий к срокам сдачи дома, ведь многие ждут компенсации за просрочку. Вы будете спокойно подписывать этот акт, или все-таки пока воздержите? Я его еще в глаза не видел, чтобы прям конкретно сказать. Ну, у меня есть судом арбитражным решение вынесенное, что выдать квартиру, выплатить неустойку. То есть, если это не повлияет от подписания этого акта на вот это решение, я это еще буду консультироваться, то тогда, конечно, его подпишу. Добавлю, что размер неустойки у Александра 100 тысяч рублей, и такую сумму он терять не намерен. О том, законны ли требования застройщика, мы расскажем в ближайших выпусках. А пока продолжим. Люди требуют спорта и зрелищ на главной ледовой площадке города. Работы идут полным ходом. Закрытый в сентябре прошлого года дворец спорта обещают открыть уже через месяц. По крайней мере, так говорил Михаил Дроздов, новый владелец, который в январе выкупил здание. Вариантов нет, ведь 26 сентября во дворце зрелища спорта пройдет матч «Динамо-Алтай» против команды «Юниор-Курган». С головы до пят старый добрый дворец спорта и зрелищ поменял не только имя, теперь это Титов-Арена, но в процессе глобальной реконструкции обновился до неузнаваемости. И арена, и пае, и сэндвич-панели, которые по фасаду стоят у нас, то есть практически все, и отопление, и электрика полностью вся, холодильное оборудование, поле, трибуны, ну то есть чего ни косись, практически все поменяли. Изменения коснулись буквально всего, не только того, что ближе к сердцу, но и того, что буквально ближе к телу болельщика. Новые мягкие кресла. Пока без спинок, но все же еще идут работы. Внизу добавят еще три ряда сидений. Само игровое поле на несколько метров уже уменьшили, полностью поменяли систему охлаждения, поставили систему фильтрации воды, смонтировали мультимедийный куб, на котором будут показывать повторы игровых моментов и результат матча. Но трибуны и лед еще не вся арена. Фойе у нас полностью обновится, то есть в данный момент на первый слой отшлифовали полы, плюс реставрируем колонны, которые вот были до этого. То есть материал такой же остается, просто их восстанавливают, приводят на ближайший вид. В советском гиганте скромно поселяется новое слово – комфорт. В фойе даже поставят лавочки с подогревом. Вот с таким комфортом вы могли посмотреть здесь матч еще несколько лет назад. А та вся куча мусора, которую вы видите за моей спиной, как раз то, из-за чего и закрыли знаменитый дворец. Требования пожарной безопасности. Даже пожарные щиты здесь были деревянными. Эти развалы – лишь меньшая часть того, что наполняло дворец спорта. Остальное уже вывезли. Теперь дерево вытеснили, металл, стекло и камень. Здесь уже даже сроки не горят. Арену обещают открыть до конца сентября, как и было положено. 4600. Столько здесь будет зрителей. Но на этом аудитория спортивных событий не ограничится. Именно здесь, над центральным входом, владелец обещает поставить большой экран, который будет вести прямую трансляцию всего, что происходит внутри. И любой прохожий сможет поболеть за любимую команду. А сегодня болельщиками с улицы были я, Андрей Дреер, оператор Александр Антропов. И все это для программы «День с толком». А между тем, Бийск попал в машину времени. Там состоялся настоящий рыцарский турнир. Как создаются лучники и ведутся конные бои, наблюдали наши корреспонденты. Отважные рыцари и прекрасные дамы. На конном дворе собрались истинные ценители старины. Об этом, несомненно, говорит внешний вид практически всех участников. Это костюм немецкого наемника Ланскнехта, 14-15 веков. Сшит из шерсти, стопроцентная шерсть и льняная рубаха. Такой достаточно дутый. Это все соответствует той эпохе. И поскольку это были германские наемники, то практически были такие костюмы среди них, были распространены по всей Европе. Клубы реконструкции занимаются не только воссозданием одежды, доспехов и оружия. Здесь на празднике они провели мастер-класс по средневековым танцам, а также продемонстрировали состязания лучников и конные бои, которые произвели большое впечатление на зрителей. Лошади местные, на них занимаются местные ребята. То есть они, ну, относительно все лошади, они уже привыкшие к ребятам в железе, к пролетающим мимо снарядам. Но все равно немножко пугаются. Лошади это достаточно такие взвалношные существа. Для того, чтобы вступить в ряды реконструкторов, особых умений не нужно. Главное быть заинтересованным. Однако принимают в такие клубы в основном подростков от 14-15 лет. Как говорят старшие наставники, юных воссоздателей ждет достаточно увлекательный путь. Каждый год у нас несколько походов. И молодежь выводим в походы тоже, с ночевкой тоже. Чтобы они почувствовали, как в походных, как в лагере жить, как костер разводить, как еду варить. И не современная еда, а что раньше было, что натуральное было. Сегодня реконструкция средневековых событий достаточно популярное направление, которому увлечены люди по всему миру. В Бийске эта тенденция тоже набирает обороты. Организаторы надеются, что после подобных мероприятий интерес к реконструкции возрастет, и ряды отважных рыцарей и прекрасных дам будут пополняться. Фильмом Василия Шукшина «Калина Красная» накануне открыли 76-й по счету Венецианский кинофестиваль. Об этом сообщила дочь режиссера и писателя Мария на своей странице в Инстаграм. Она пишет, к моей радости и гордости узнаю, что в классическую программу попала легендарная «Калина Красная». Как сообщает «Комсомольская правда» Барнаул, в этом году в основном конкурсе кинофестиваля не будет представителей России, зато будет легендарная лента. Напомним, что в этом году у нас на Алтае с размахом отметили юбилей Василия Макаровича. На сцене драматического театра показали спектакль по мотивам известного фильма «Шукшина». Через несколько секунд и погоди спонсор прогноза – компания «Эвалар». Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи.